Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 27 по 32. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона Отца Александра. Во время Оно, приходя Иисусу, зрем и таря именем Левию, сидящий на мытнице и рече ему, иди по мне. И оставль вся, восстав во след его, иди, и сотвори учреждение, вели, ливи ему в дому своем. Ибе народ мытарей мног и инех, и живяху с ним возлежаще, и раптаху книжницы на него и фарисея, ко учеником его глаголюще, почто смытари грешники ясти и пиете, и, отвечав Иисус рече к ним, не требуя здравия врача, но болящий, не приду призвать и праведных, но грешные в покаяние. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него ливий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о призвании Господом евангелиста Матфея в число 12 учеников. Описание этого события нашло свое отражение у евангелистов Луки, Марка и самого Матфея. Только, как отмечает Ефимий Зигабен, Лука и Марк из почтения к соученику опустили известное его имя, назвав Левием, потому что и так его называли. Сам же Матфей открыто признается, что был мытарем, так как и Христос не стыдился его. Необходимо отметить, что в Палестине больше всего не любили именно мытарей, то есть сборщиков податей и налогов в пользу римской казны. Палестина пребывала под игом римлян, а мытари находились на римской службе, поэтому на них смотрели, как на предателей и изменников. Римляне обычно отдавали сбор налогов на откуп. Они устанавливали определенную сумму налога для каждого района, а потом давали право взымать его тому, кто предложит наибольшую цену. Если откупщик в конце каждого года вносил в римскую казну установленную сумму, он имел право оставлять себе все, что смог собрать сверх этой суммы. А вследствие того, что в те времена не существовало газет, радио, телевидение или каких-либо иных способов информировать население, простой народ не имел ни малейшего представления о том, какая сумма в действительности подлежала оплате. Налоги же взымались практически со всего. За пользование главными дорогами, гаванями, рынками честность среди мытарей была очень редким явлением. Именно поэтому люди ставили мытарей в один ряд с грабителями и убийцами. Им запрещали вход в синагогу. И тем не менее Господь призвал сборщика налогов стать его учеником. Борис Ильич Гладков пишет, «Этот мытарь, занятый постоянно сбором пошлин, вероятно, только слышал о совершенных Иисусом чудесах, но сам едва ли видел их. Однако он бросает все, и, возрожденный этим призывом, идет за Иисусом. А фарисеи и книжники, слышавшие свидетельство Иоанна, видевшие чудеса, совершенные Иисусом, не пошли за ним, то есть не сделали с его последователями. Это доказывает, что грешники, сознающие свою греховность и готовые искренне раскаяться ближе к Царству Небесному, чем превозносящиеся своей мнимой праведностью. Такова сила слова Господа, что мытарь, человек зажиточный и жадный, бросил все и последовал за ним, не имевшим где и голову преклонить. Обрадованный призывом Господа, Матфей пригласил к себе в дом Иисуса Христа и его учеников и устроил им угощение. По восточному обычаю приглашенные на обед или ужин не сидели за столом, а возлежали вокруг невысокого стола на особых приставных скамьях или диванах, облокотившись левой рукой на подушку. В дом Матфея пришли и его товарищи по сбору податей, другие мытари, и возлегли со Христом и его учениками за одним столом. Это-то и дало повод законникам осудить Господа за такое сближение с грешниками, увидев, что Господь ест с ними, книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» На что Господь отвечает, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Этими словами Спаситель указал на то, что каждому больному человеку нужен врач. А значит, именно такие, как Матфей и его друзья, больше всего нуждались в нем. Блаженный Феофилакт поясняет, «Я пришел теперь, — говорит Господь, — не как судья, но как врач, ибо я пришел призвать неправедников, — говорит, — укоряя их, то есть я пришел призвать не вас, которые оправдывают самих себя, так как нет ни одного человека праведного. Я пришел призвать грешников, однако не для того, чтобы они оставались грешниками, но чтобы покаялись». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат глубокую и неприходящую истину о том, как важно научиться смотреть на грешника не как на преступника, а как на немощного, больного человека. Если бы мы научились видеть в человеке, совершившем ошибку не того, кто заслуживает презрения и осуждения, а того, кому нужна помощь и любовь, чтобы найти правильную дорогу ко спасению. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Продолжение следует...